Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялся женский приход. Одна девушка пришла к Андрею Черкасову, а вторая, которую зовут Элина, пришла к Глебу Жемчугову. Она говорит, что у них была связь с Глебом еще до знакомства с Олей и около пяти лет назад она родила от Глеба ребенка. Теперь же Элина хочет, чтобы у девочки был отец. Она хочет провести тест на установление отцовства и увести Глеба у Ольги. Глеб тоже готов пройти тест, он отрицает свое отцовство, потому что у них ничего не было и к тому же по срокам не совпадает. Жемчуговы сказали, что как только будет доказано то, что девочка не его дочка, Глеб и Ольга подадут на Элину иск за клевету. Надежда Ермакова тоже заволновалась от этого известия, потому что как раз в то время, около пяти лет назад, она встречалась с Глебом и получается, что он ей изменял. Телестройку покинул Виталий Купер, бывший парень Таты Абрамсон, который совсем недавно собирался писать на нее заявление в полицию за порчу имущества, айфона и мотоцикла. Он ушел по собственному желанию. Ведущая Ольга Бузова изменила свой образ. Она сделала новую стрижку, вторая Настя Алисова и Лера Кудрявцева, пишут в комментариях ее подписчики. Наталья Бичан подверглась критике, ее осудили за непонятную выходку после выступления Кати Король. Бичан вышла после своего ученика и показала зрителям, как надо танцевать. Ни один преподаватель так не сделает, это непрофессионально и неэтично по отношению к учащимся. Вика Романец сходила на романтическое свидание с Тимуром Гарафуддиновым. Их объединило творчество, им интересно друг с другом, они делают этюды, а также Тимур предложил Вике снять клип на ее песню, и Вика согласилась. Но татуировку с его именем она набивать не собирается, а Тимур настроен серьезно. Он пишет, Вика самая достойная девушка, или она, или никто. Счастье Ольги Рапунцель длилось недолго, она опять в обиде на Диму. Она написала, сегодня 4 месяца, как мы вместе, и Дима не придал этому значения, мне очень обидно. Денис Козлович хочет вернуть Катю Король, которая из-за ревности бросила его. Сейчас она на выходном за периметром. Денис написал, я продолжаю звонить Кате, а она так и не берет трубку. Я ее до сих пор жду. Ночевал вчера в нашей комнате. И напоследок расскажем вам о событиях в жизни бывших участников проекта. Юлия и Тигрануса Ребековым украсили машину. Спасибо, что не ключом, написала Юля. А может быть, они сделали это сами, чтобы напомнить о себе в очередной раз. А Лиза Шароха получила долгожданное предложение руки и сердца от парня, которому она ушла за периметр. Лиза показала колечко и написала, с кем-то ты очень долго строишь отношения, а за кого-то просто выходишь замуж. Я так давно мечтала об этом кольце. В интернете появились слухи, что состояние бывшей участницы Светланы Устиненко тяжелое. Она перенесла операцию по удалению опухоли. Алиана опровергла эти слухи, успокоила своих фанатов и написала, повторяю еще раз, хватит верить всяким низкопробным, жалким газетенком. У нас с мамой все хорошо, мы проходим очередной курс химиотерапии и радуемся жизни. Маме намного лучше. Стало известно, почему ушел Николас Карапанайотидис. Оказалось, что у него просто закончилась виза, поэтому он и покинул проект. Так что продлит визу и мы наверняка увидим его вновь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!